Придать этим неизбежным изменениям и трансформациям цивилизованный характер. Вот мы этим в рамках БРИКС и спокойно в рабочем режиме занимаемся. И с удовольствием будем делать и со всеми странами, привлекаемыми к нашему совместному процессу. Повелось то слово премьер-министру Республики Армения. Прошу вас. Спасибо большое, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые главы делегаций, коллеги. Прежде всего хотел бы поблагодарить за приглашение принять участие на встрече в формате Outreach Bricks Plus и выразить признательность президенту Российской Федерации за гостеприимство и организацию сегодняшнего саммита на высоком уровне. Тема в сегодняшней встрече – БРИКС и Глобальный Юг, совместное строительство лучшего мира. И в этот контекст как нельзя лучше вписывается анонсированный правительством Республики Армения транспортно-коммуникационный проект «Перекрёсток мира». Суть проекта заключается в следующем. Армения готова и заинтересована в организации по своей территории проезда транспортных средств, грузов, пассажиров, прохождении трубопроводов, кабельных трасс. Это кратчайший маршрут между Чёрным морем и Персидским заливом по территориям Иславской республики Иран, республики Армения и Грузии. Это направление север-юг, а также кратчайший маршрут между Каспийскими и Мраморными морями по территориям Азербайджанской республики, республики Армения и Турции. Это направление восток-запад. Этот маршрут, естественно, можно использовать ещё и для транспортно-коммуникационной связи между Азербайджанской республикой и Нахичеванской автономной республикой Азербайджанской республики. С учётом данного подхода мы предложили Азербайджану механизмы упрощённых процедур пограничного и таможенного контроля, а также обеспечения дополнительных мер безопасности с учётом юрисдикции и полного уважения суверенитета обоих стран. Хочу ещё раз подчеркнуть, что республика Армения в состоянии обеспечить и полноценно обеспечит безопасность прохождения грузов, ресурсов, транспортных средств и людей по своей территории. Это наше желание, наше обязательство, и мы это гарантируем и будем гарантировать всегда. Все утверждения о том, что Армения в какой-либо форме якобы согласилась, что какая-либо третья страна будет обеспечивать безопасность коммуникации на её суверенной территории или в каком-либо документе предусмотрено такое, не соответствует действительности. Уважаемые главы и члены делегации, вчера парламент Республики Армения ратифицировал положение совместной деятельности комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской республикой и Государственной комиссией по делимитации государственной границы между Азербайджанской республикой и Республикой Армения. После вступления в силу указанного документа в обоих стран мы сможем активизировать процесс делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном на основе базовых принципов Алматинской декларации 1991 года. Хотел бы особо подчеркнуть, между прочим, что решение Конституционного суда Армении по данному правовому документу окончательно развеяло все опасения и сняло все доводы по поводу якобы наличия в Конституции Армении предполагаемых территориальных претензий к соседним странам, констатируя, что такие интерпретации необоснованы и нелегитимны. Уважаемые коллеги, и Армения, и Азербайджан в течение последних месяцев неоднократно заявили, что проект договора об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армения и Азербайджанской республики согласован как минимум на 80-90%. Уже полностью согласованы формулировки относительно обоюдного признания территориальной целостности друг друга, об отсутствии взаимных территориальных претензий и обязательства не выдвигать таких претензий в будущем. По вопросу соблюдения принципа неприменения силой и угрозы силой, невмешательства во внутренние дела друг друга, установления дипломатических отношений и создания двусторонних механизмов для выполнения обязательств, принятых сторонами мирным договором. Наша оценка такова. Уже на сегодняшний день в согласованном содержании проект договора формулирует, адресует и решает все принципиальные вопросы, необходимые для установления прочного фундамента для мира и нормализации отношений между Республикой Армении и Азербайджанской республикой. И мы предлагаем Азербайджану подписать, уже подписать этот договор. Спасибо за внимание. Большое спасибо, уважаемый господин премьер-министр. Только что вы сказали о проектах логистики. Это очень важное направление сотрудничества в регионе. И ещё важнее, что вы положительно относитесь к тому, чтобы эти проекты осуществлялись и с Азербайджаном, и с другими странами региона, о чём мы постоянно в течение последних лет много говорим. И очень приятно отметить, что начался процесс демаркации, делимитации границы, а это верный путь действительно к мирному договору. И то, что вам удалось в ходе нашей сегодняшней работы обвиняться мнениями с президентом Азербайджана, уже это идёт в плюс нашему сегодняшнему мероприятию. Спасибо большое. Благодарю вас за ваше выступление. Пожалуйста, слово президенту Киргизской республики, господину Садыру Нургажевичу Жапарову. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые главы государств и правительств, ваше высочество и превосходительство, дамы и господа. Продолжение следует...